Привет, это игра под названием SuperLiminal, мы продолжаем. Так, вот это нам должно быть пригодится. Ладно, я туда обязательно спрыгну, сейчас я посмотрю, что у нас есть здесь. Ничего, тупик. Стоп. Это ни на что не повлияло, ладно, идем. Опа. Что у нас здесь за катакомбы? Сохранение. Совет профессионала. Среднестатистический взрослый человек может выдержать от 3 до 5, что-то там. Как только этот предел превышен, разум испытывает взрывную психическую перегрузку. Ладно. Пожалуйста, доведите себя до взрывной психической перегрузки. Это не вопрос. Ага, это нарисованные. Ладно. Обманывают меня здесь. Пытаются надурить. Я так и не выяснил, за сколько проходится эта игра. Что это такое? А-а-а, стоп. Вот это, наверное, надо вообще вот так убрать. Вот это мы двигаем. Отсюда я, в принципе, смогу допрыгнуть, но я хочу посмотреть, куда это. Ладно. Идем. Пожалуйста, помните, что нежелание взять на себя риск, связанный со взрывной психической перегрузкой, предполагает непонимание остальных решений. Которые могут травмировать пациента гораздо сильнее и повышают вероятность катастрофы. Я не предназначен для неоптимальных что-то. Там, пожалуйста, покиньте это сновидение как можно скорее. Не в ту сторону ты падаешь. Блин. Стоп, а это не будет больше становиться? Ну, будет. Вот так я сразу и хотел сделать. В чем проблема? Так, ну это мы возьмем. Ясно. Угу, здесь у нас переходик. Супер! Прыгаем. Е-е-е! Это я потрогать не могу. Мне, наверное, наверх надо. Или нет? Видимо, нет. Я не отражаюсь. Как так? Так, это у нас загрузка. Ну, неплохо. Тоже прикольно, что она каждый раз отличается. Уже пять часов. До этого было три, четыре, пять. Когда будет конец? Рано или поздно это должно закончиться. Весь этот кошмар. Но проснемся ли мы? Неизвестно. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Несмотря на то, что в предыдущей секции вы прошли зону умиротворяющего водопада, вы все еще можете испытывать такие чувства, как никчемность и неуверенность в себе. Почему мне кажется, будто все идет не так, когда солнце светит так ярко? Какие-то бесполезные записи у него. По сути, сюжета здесь минимум. Ну, хоть какой-то есть. И на том спасибо. А то многие головоломки его вообще лишены. Так, ну это наверняка опять иллюзия. Ладно. Вот что мне нравится, так это то, что игра постоянно сохраняется. Я об этом уже говорил. Ну это здорово. Так. Пока я смотрел наверх, все поменялось. Стоп. Может, здесь что-то можно сделать? Я ничего потрогать не могу. А сверху... Ни на что не наводится. Вы что, обалдели? Ага. Другой проходик. А вон и дверь. Супер. Но я не умру. Тут чья-то кровь. Или это просто кетчуп? Кто-то пролил. Это мне как-то обойти нужно, да? Угу. Не вижу. Я смогу допрыгнуть, нет? Все, вышло. Что ты мне скажешь? Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. И мне бы хотелось поговорить с вами о чувствах никчемности и неуверенности в себе, которые я упоминал ранее. Они обусловлены тем, что вы хотите жить такой же счастливой жизнью, какую видите у других. Вы, кажется... ...то всем нравится. Что именно поэтому вам нужна наша помощь? Да-да, безусловно. Закрыли дверь. Боже, как темно. А вот лестница. Ага, чудесно. Пока что мне даже ничего и делать не нужно. Внимание, вы получили рекомендацию испытать взрывную психическую перегрузку посредством погружения в дополнительные сновидения. Однако, вместо этого вы погрузились в сонную тресна, тем самым усилив собственную дезориентацию. Ответственность за неспособность различить эти состояния лежит на вас. А ну иди сюда. Как мне может это пригодиться? Не, ну выйти я не смогу. Это чем-нибудь вообще может мне помочь? А ну иди сюда. Может быть раздолбает? На! Нет, не ломается. Зато теперь здесь очень светло. Так. И куда это можно вообще применить? Я могу еще раз вот сюда сходить и посмотреть, что здесь. Но здесь ведь нифига. Ничего. Просто выход. Зато здесь у нас есть табличка. Которую я нифига не могу сделать. Я не могу ее как-нибудь вот расширить вот так. Блин, ломай, 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 на. Что с ней делать? А ну не падай. Оба-на. Я ведь ничего не могу сломать. Я ведь ничего не могу сломать. Единственное, как мне кажется, это может открывать какой-нибудь проход. Например, я ставлю ее здесь. И оба-на, дверь открыта. Оба-на, дверь открыта. Но она здесь не открывается. А назад я тоже уже ходил. Там нифига не было. Да. Да. Что это? Нифига себе. То есть это просто волшебный свет. Серьезно? Ладно. Идем. Это мы здесь оставляем. Супер, я прошел дальше. Тут еще одна такая табличка. Которую мы не можем взять с собой. Но она мне наверняка должна пригодиться. Блин, ты что издеваешься? Ладно, вот мы проходим сюда. И здесь у нас закрыта дверь. Стоит подумать. Куда это можно применить? А я, может, смогу разбить стекло? Как-нибудь вот так уронить, если... Оба-на. Нет. Может, здесь какое-то ненастоящее... Настоящее? Сверху? Так. Эта штуковина совсем стала маленькой. Надо это исправить. Может, сзади что-то, кстати, есть? А ну иди сюда. Что-нибудь меняется? Нет? Что ж такое-то? Что уж делать. Вот здесь я могу... Взять банку. Но я не могу бросать. Мне нифига не дают. Дальше. Ну-ка. Давай попытаемся еще раз разбить. Нифига. Нифига. Кстати, там есть какой-то проход. Его я не видел. Знаете ли вы, что подобное непреднамеренное наслояние сновидений происходит менее чем в одном проценте случаев? Данной информации явно коррелирует со статистикой, согласно которой 99 пациентов способны следовать простейшим инструкциям стандартного ориентировочного что-то там. Что ж, идем дальше. Интересно, будет ли после этого что-нибудь? То есть сначала у нас были просто загадки с размерами различными, а теперь у нас со светом. Хотя вот сейчас свет включился, так что возможно на этом все и закончилось. Сейчас у нас будет нечто новое. Да, вот лифт у нас. Может сейчас мы опять проснемся? Да, мы сейчас опять проснемся. Дайте я все отключу. Шесть часов. Шесть. Мне почему-то кажется, что эта игра не особо длинная. Не знаю почему. Потому что максимум часа на три, я думаю. Или еще меньше. Так, с этим я никак повзаимодействовать не могу. Дверь мне закрыли. Здесь есть кнопочка. Может мне стоит тут дверь притащить? Ну иди сюда. Сохранение. Ура. Ну, головоломки здесь простые. Блин. Ладно. А что с этим делать-то? Вот здесь я могу выбраться, нет? Вот здесь. Зачем мне размножать эти двери? Непонятно. И здесь. Может они рано или поздно закончатся? Хотя вот здесь я, наверное, смогу вот так перескочить. Да. Я только сейчас заметил, что наверху дырка. Внимание, доктор Пирс напоминает и о следующих рисках, связанных с перезбытком сновидений. Значительная потеря памяти, как количественная, так и качественная. Галлюцинации с объектами, вызывающими страх или неприязнь, нереалистичные представления о длине коридоров, а также прочие побочные эффекты, которые еще не были открыты или изучены. Нажмите правую кнопку, чтобы вернуться. Сейчас себе построим здесь лесенку. Будет все чудесно. Что за издевательство? Все. Я не хочу возвращаться. Опа. У меня вместо прицела улыбочка какая-то. О. Она прошла, ладно. Яблоко. Ну давай уберем. Я не могу его подвинуть. Ага, вот я нажимаю правую кнопку. Вот. Вот. Я это с самого начала и хотел сделать, только яблоки у меня были маленькие. Оно тихо. Ясно. Значит, сейчас все головоломки будут завязаны вот на этом. На этой механике. Тут еще и вентилятор. Просто так я могу зайти? Могу, но... Как мне это все заполнить? Ну давай. Потыкаем. Я не знаю, много ли времени уйдет. Здесь ничего нет. Кстати говоря. Может, стоит отключить вентилятор? Может, он разворачивается? Не, он вроде не отключается. Поэтому просто бежим, кликаем, кликаем. Я не знаю, так я делаю, не так. Но когда заполнится вся левая часть, начнет заполняться все остальное свободное пространство. А там уже мы, наверное, и поднять сможем. Так ведь? Друг на друга они не залезают. Им и так зашибись. Вот эти можно поднимать. Ну же! Мне кажется, я делаю что-то не так. Не может же все так быть долго. И непонятно. Или может? Давай вот здесь встанем. Ну же! Нет, все скатывается. Так! Блин! Тут явно надо по какой-то другой технологии работать. Потому что... Так я, конечно, смогу сюда поднять яблоко, но на это уйдет очень много времени. То есть, пока они заполнят эту левую часть. Пока еще что-то. Что? То есть, я могу сделать вот так? Ладно. Ладно! Внимание, доктор Пирс лихорадочный отправляет множественные орфографические и грамматические ошибки в стандартный ориентировочный протокол, отчаянно пытаясь вам помочь. Мой набор под программ не позволяет их исправить, однако я не могу нарушить принципы стандартного ориентировочного протокола. Вы не получите эти сообщения. Они в любом случае лишены смысла. Опа! Ох! Ладно. Идем дальше. Доктор Пирс продолжает загружать грубые ошибки, и я передам основные мысли. Здравствуйте, представляться не имеет смысла, я настоящий доктор, я закончил школу докторов. Виртуальная реальность не ошибка, я могу помочь, но в то же время не знаю как. Передача заканчивается. Супер. Здравствуйте. Эй, а где субтитры? Идем дальше. Сейчас будет что-то новое. Какая-то новая механика. Так, загрузка и что-то. Слева она не пойдет? На этом и заканчивается. Семь часов. Возможно. Это финал. Или, возможно, он проснется в восемь. Или в десять. Кто же его знает? Здесь я ничего потрогать не могу. Может, я могу просто сюда запрыгнуть? Было бы слишком круто. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Выдавляем, что вы вновь появились в нашей стиме наблюдения после продолжительного отсутствия. Пожалуйста, продолжайте заниматься тем, чем занимались только что, и прекратите заниматься тем, чем занимались ранее. Отличный совет, спасибо. Думаю, он определенно мне поможет выбраться отсюда. Опять падаем вниз. Сколько можно? А может, мне надо сделать большой дом и зайти в него? Да, сейчас зайдем. Здесь больше ничего нет. Так, нормально. Я его сделал слишком большим. Видимо. Но я хотел еще больше сделать. Так что хорошо, что я остановился. Стоп, у него здесь несколько дверей или что? А, мне говорят выйти, чтобы сделать его еще больше, видимо. Потому что там очень маленькая дверка. Ну, вроде бы, сейчас я должен пройти. И сейчас все у меня получится. Так, я включить не могу. Сохранение. Телевизор. А вот это смогу включить. Давай. Помимо вышеупомянутых продолжений и прекращений, также приносим игнорировать все, что могло вызвать у вас беспокойство. За последнее время. На данный момент обстановка должна снова стать успокаивающей и исцеляющей. Если это не так, возможно, вы получили это сообщение по ошибке. Я с этим ничего не могу поделать. Скрипит что-то. Эй, что здесь? Можно сделать огромный вентилятор. Только что ему сдувать. А, возможно, вот эту ерунду, кстати говоря. Потому что там наверху вот как раз дверь, наверное. Да. Супер. Так, и что здесь? Я вообще что-нибудь потрогать могу, нет? Странно. Что мне с этим делать? Я могу, в принципе, выйти, но что с того? Может, вентилятор сюда направить надо? А ну иди сюда. Да, ё-моё, ты издеваешься? Нет, это фигня какая-то. Опа. Опа. Вот я затащил его внутрь. И что с того? Может, его гигантским надо сделать? Что он тогда сможет сдуть? Без понятия. У меня нет никаких предположений. Может, наоборот, надо его развернуть сюда или вот сюда. А если туда? А если сюда? Как-то он не помогает мне. С кнопками я вряд ли смогу повзаимодействовать. И как-то он вообще бесшумно здесь работает. Блин, что с ним делать? Вентилятор. А может, его сделать маленьким? Блин, я его потерял. Может, его вот сюда надо поставить, чтобы он... Чё? Я могу окно двигать? А вот эти? Интересно. А вот эти? Хорошо, что я притащил сюда вентилятор. Так, значит, с этим нужно что-то решать. Возможно, стоит огромным сделать. И оба-на! Да! Помогло! Я здесь. И тут маленькая дверка. Что скажешь? Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Мне бы хотелось зачитать вам мою любимую мотив... Мотивирующую цитату автор Я. Нет ничего хуже, чем фокусироваться на негативе. Это не спасёт вас ни от... Оков смерти, ни от болезней, ни от страданий. Ни от жестокости времени, ни от пустоты человеческой природы, ни от грядущей потери всего самого дорогого. В общем, лучше фокусироваться на чём-нибудь другом. Вообще прошло сохранение, поэтому я думаю, что на этом можно закончить. Продолжать мы уже будем в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok